Подготовка к чтению. Многих-многих вопросов. Привет, ребят. Привет. Как настроение? Настроение отлично. У нас тут объявили штормовое предупреждение, но пока тишина. Причём столько было много-много всего, что такого не было уже на протяжении многих лет, что только подобное было в 90-х годах. И вот сейчас прям тут чуть ли не там целый смерч и целая подготовка. Тишина. С самого утра сегодня про это говорят и ничего. И тишина. Всё, наконец-то. Говорю нахуй. Так, всё. Добрый вечер. Я готов к небольшой депривации. К небольшой ты какой? Сутки? Десять? Что значит небольшая депривация? Что она значит конкретно для тебя? Это небольшая депривация. Так, ребят, задавайте вопросы, и я поотвечаю с огромным удовольствием на вопросы. Очень много было вопросов по поводу Нового года и Байкала. Поедем ли мы на Байкал? Привет из Узбекистана. Привет. На Байкал собираемся ехать. Новый год собираемся проводить. Но, наверное, чуть позже будет информация, и как раз мы про это все поговорим. Я, ребят, знаете, что в очередной раз убедилась, что... У меня было много вопросов с гипнозом. И было очень много-много информации по, именно, по гипнозу, как он проводится, насколько гипнабельные люди. И была информация, что гипнозу подается всего 25% людей. И для меня эта информация не вязалась. Я думаю, ну как 25%? Ну, они, ну, все как зомбаки ходят. И тут очень четко, очень ясно пришло вот это вот осознание, видение. В практиках это пришло, что просто кто-то не может найти определенную кнопку, через которую человек заходит в свое подсознание, соединяя подсознание с сознанием. И почему я сейчас так говорю, что сейчас у меня вот идут, например, только что закончился, ну, как только что, некоторое время назад, неделю, может, две недели закончился марафон по 21 дню, да. И некоторые люди идут дальше, то есть не вышли из того состояния. И с некоторыми у меня идет, продолжается уже индивидуальная проработка, индивидуальная работа. И, знаете, люди так моментально переходят в любого члена генетической цепочки, в любого члена семьи генетической цепочки, вскрывая то, что в них было. То есть мы вчера начали с одним человеком, давайте так уже, даже не буду говорить «пол», с одним человеком начали вскрытие прохождения в его генетическую цепочку, почему не получается то-то и то-то. Это же очень часто идет не от того, что вот я не могу, у меня не получается, у меня что-то не доходит. Вот я вот весь себя проработала, вот это вот где-то вот стоит оно. И тогда ты с ним уходишь в его именно генетическое древо, можно назвать это как угодно. И он становится этим человеком, он видит все слова, все действия, все моменты. И ты в одно звено заходишь, потом в другое заходишь, в третье заходишь. И вот у меня вчера была такая длительная ночная сессия, ну длительная она, прям очень длительная. И мы разобрали вот это перекрытие на данный момент финансового потока в двенадцатом поколении. В двенадцатом поколении вот туда, что произошло. И это очень четко увидел человек, то есть я его туда вела. Понятно, что я вижу, но дело-то не во мне. Я могу там хоть что говорить. Я вижу, я вот такая вот вся прям чудесная девчонка. Но дело же не в этом, чтобы мне себя как-то. Дело в том, что какой результат. И когда мы туда дошли, когда вот это вот все осознание, когда нужно, прям прокрутили обратно, и когда мне сегодня человек пишет, что там с ним произошло то, не то, что он даже не мог помыслить, а у него даже вообще в границах его понимания еще два дня назад не было такого, что вообще с ним возможно, что вообще с кем-то возможно, чтобы такое случилось. И это случается с ним. И вот это, наверное, самый такой основной показатель, что да, такое бывает. Но вот и сегодня мы с девочкой тоже с одной начали заходить, и она прям идет, 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 идет по этим вот, по этой генетической цепи, прям входит в каждого члена пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра, и прям чувствует, видит, осознает и ловит то, что с ним происходило. И это, конечно, определенные процессы, они такие достаточно глубокие, яркие, и ты понимаешь, что насколько просто здесь все устроено. Вот что бы мы ни делали, какие бы сложности мы ни делали, как бы мы ни говорили, что вот это вот мы сейчас, вот это разберем, вот это вот мы разберем, а вот туда мы уйдем, а сюда мы уйдем, а у нас вот это вот произойдет. И вот это вот ученые, ученые учудили, вычудили, начудили. И когда ты смотришь, как это все легко, когда ты идешь просто по своей родовой цепи, родовым звеньям, и когда ты видишь, что у того-то происходило это, у того-то произошло вот это, у этого вот это произошло, у этого вот это, потому-то вот это, и ты когда видишь вот этот весь процесс, ты как будто как снимаешь это себя, как, я не знаю, назвать как хотите, расторгаешь эти договора, убираешь эти страхи, убираешь эти восприятия, которые не являются твоими, но ты их несешь, как чемодан без ручки. И когда ты от них избавляешься, то когда ты возвращаешься сюда, здесь и сейчас, вот в эту жизнь, ты понимаешь, думаешь, боже мой, и это все натаскано поколениями, веками в мою жизнь, чем я не являюсь. И я просто это тащила, и как бы я себя не прорабатывала, каким бы охуенным психологом бы я ни был, коучем, энергопрактиком, хиропрактиком, еще кем-то, ты не можешь это вытащить не потому, что ты такой тупой, не потому, что ты такой плохой, а потому, что ты просто не зашел туда и не убрал то, что было вот тогда, там, на том уровне. И это настолько просто, настолько легко, и настолько ты моментально проходишь туда и убираешь все эти зажимы и затыки, что когда ты возвращаешься сюда, ты понимаешь, что ты вернулся просто голенький, у тебя нет ничего, у тебя нет никаких нароссов, у тебя нет вообще ничего. Но с этим тоже нужно научиться дальше идти, что тебе нужно формировать себя по-новому без вот этого, то есть ты привык идти в утяжелителях. А тут тебе утяжелители снимают, и ты такой, ой, а куда мне, и у тебя чуть ли не кости ломаются. Это тоже нужно понимать, это тоже нужно отслеживать. Как хорошо, что ты есть, и мне удивительно, прости, если это неуместно. Спасибо большое, очень приятно. Надо, чтобы погода улучшилась? Да нет, она великолепна. Целую, да, и опьет. Ну, понятно, здесь всякое. Глупости не читаю. Хорошо. Как скажете. Светлана, а что важнее, здесь сбор опыта или выкуклиться из кокона? Это абсолютно разные процессы, они не освобождают одно от другого. То есть ты опыт получаешь. Что такое опыт? Ты не можешь получить даже определенные эмоции без опыта. То есть ты не можешь проявить какую-то эмоцию, если у тебя нет на нее опыта. Смотрите, я объясню сейчас, чтобы было понятнее. Вот, например, у вас происходит смерть какого-то человека, да? И ты не можешь определить, какую эмоцию ты испытываешь, потому что ты не понимаешь, что вот с ним что-то произошло, а ты не знаешь, что с ним произошло, как, и ты не знаешь, ты не можешь… у тебя есть вот это вот состояние, когда невесомости, а что делать, а как быть. Но когда есть социальный опыт, то есть, например, у одного социума, то есть смерть – это благость, это вознесение в другой мир, это новые проекции, это новые возможности, и там все радуются. И ты понимаешь, какую эмоцию ты испытываешь на подсознательном уровне, и ты начинаешь ее испытывать. В нашем мире смерть человека – это всегда горе, это всегда утрата, это всегда боль, это эгоизм всегда. И ты понимаешь, какую эмоцию испытывать, потому что ты живешь в этом социуме. А если ты будешь вне социума, и у тебя не будет опыта социального, либо твоего проживания чего-то, то ты не сможешь испытывать эту эмоцию. И это как раз говорит о том, то есть, смотрите, вот что страх смерти, страх болезни – это может испытывать вообще только человек, только человек, потому что у него есть огромный пул опыта, которым он передает друг друга вот именно на этом основании, на основании смерти, болезни, на основании горя. Вы посмотрите, любое животное, оно никогда не думает о болезни, оно никогда не думает о смерти, оно всегда живет в настоящем моменте, причем в настоящем моменте тотально. Кошка знает, например, здесь не хорошо ходить, оно туда не пойдет, просто потому что, не потому что там будет больно, еще что-то, потому что ее это не устраивает. Она не пойдет на колени к тому человеку, который ей не нравится, то есть она не будет там, мне это не понравилось сегодня, давай-ка я еще сейчас, вчера не понравилось, а сегодня, ну-ка я еще раз испробую, может быть, сегодня будет лучше. Да она никогда так не будет делать. А человек что делает? Ну, особенно это касаемо юношества и алкоголя. Вспомните, кому с первого раза нравилось, например, пиво или водка, ну дайте ребенку попробовать водку. Он скажет, ой, какая вкуснотища, божечки ты мой, и от меня скрывали это на моих 7 лет. Да нет, конечно, он попробует, скажет, блядь, да как так? Так, но в конце концов человек начинает это потом и вновь пробует, ему говорят еще что-то. С животными так не прокатит, им достаточно одного раза. И когда говорят, что самый разумный это человек на земле, ну, наверное, я бы задумалась. Потому что животным повторять дважды, в принципе, по большому счету не нужно. А человеку можно повторить и сто раз. И он еще там что-то еще сделает, и сделает, и сделает. Поэтому здесь такой процесс. И, да, и опять же вернемся к тому, что здесь и сейчас или сбор опыта, ну, вот это, наверное, ты не вылупляться из кокона, не зная здесь и сейчас, не осознав это, у тебя одно без другого и работать-то не будет. Ну, вылупишься ты. Ты все равно будешь получать свой опыт. По-другому у тебя не будет. Бывает ли такое, что ощущаешь засыпание в мысли? А мысль, она тебе, чтобы что? Ведь на определенном этапе у тебя мысли, они становятся неактуальными. Тебе не нужно мыслить о чем-то. У тебя приходит какое-то действие на основании задачи. И все. Тебе не нужно перемывать кости. Как это будет? Вот туда вот я поеду туда. То есть ты себе поставил определенные задачи, они у тебя просто стоят. Это как в ежедневнике. Ты когда выставляешь в ежедневнике какие-то пункты, ежедневник же не думает о том, так, у меня подходит этот пункт, что бы ему сделать, какую бы напоминалку, какую бы мелодию, может быть цвет экрана поменять, может быть еще что-то. Да нет. Просто элементарно за 10 минут он может тебе напомнить, если ты поставишь. Если нет, то он просто тебе потом всплывашкой выплывет. И с действиями точно так же. Когда приходит момент действия, у тебя просто идет всплывашка, что тебе нужно это сделать. И тогда не нужно захламлять свою жизнь, захламлять свое пространство мыслями. Теми, которые не решают действия, которые еще не наступило. Мысль не решит действия, которые еще не наступило. И тогда смысл мыслить эту мысль, если она не решит ничего. Мысль – это всегда мыслить мысль, уходить от реальности. Она никак не является действием, которое будет нацелено на результат. Результат – это всегда действие. А мысль – это всегда прогон, это вот каша, это вот это вот месила. В настоящий момент, когда ты не приходишь к тому, что у тебя есть, и заполнить это пространство, чтобы убрать делание, действия и погрузиться в мысли. И об этом говорит большинство моментов социума. Это какие-то передачи, это какие-то сериалы, это что-то еще. Ты же в эти моменты не действуешь и не живешь. Ты в эти моменты только мыслишь. Причем мысли славливаешь те, которые тебе закладывают эта передача или эти сериалы. И все. У тебя нет жизни в этот момент. Она уходит в мыслие. А мысль – это твоя маленькая смерть, где ты не являешься действием. Действие – это поток жизни. И ты не являешься этим потоком жизни, потому что ты находишься в состоянии мысли. Мыслишь о чем-либо, не действуя. Привет, дорогая. Отчего мы вздрагиваем при засыпании? Что происходит? Привет, Наташечка. Ну, у нас есть две половины мозга. И всем известно, например, что мы можем спать по одной половине мозга. Это как дельфины. То есть они вроде бы спят, а вроде бы не спят. И на определенном этапе человек тоже так может. Спать одной половиной мозга. И это знаете, как выражается? Например, вы у себя, наверное, тоже славы. Например, стоишь, моешь посуду. Моешь посуду, и кто-нибудь заходит и такой «О!». И в этот момент ты понимаешь, что ты ни о чем не думал, ты ничего не понимал. И вроде бы даже не посмотрел, сколько времени прошло, а смотришь, а там вся раковина перемыта. А ты был в какой-то прострации. А есть другой момент, когда ты спишь другой половиной мозга. И другой половиной мозга – это когда, например, ты занят каким-то... каким-то таким более жестким деланием. Ну, например, не знаю, там не вот какая-то монотонная работа, да, а уже такая более действенная работа. То есть, ну, что-то там, например, в тренажерном зале, к примеру, в тренажерном зале что-то делаешь, делаешь, делаешь. И бывает такое, что ты просто выключаешься, делаешь, 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 там несколько подходов там с тяжелыми весами. И ты понимаешь, что ты не слушаешь музыку в этот момент, что не реагируешь, а ты в какой-то тоже прострации находишься. И это тоже может быть сон другой половины мозга. Но еще у нас бывает, что у нас бывает засыпает тело, а мозг позже. Бывает наоборот, засыпает мозг, а тело позже. И вот бывает такое, что, например, ты ложишься, да, и мозг уже уснул, а тела нет. И когда тело засыпает, как бы догоняет мозг, у тебя такое, ох, как будто ты с кровати упал, такой, раз, и возвращаешься. Это бывает очень часто у детей, когда у них очень быстро отрубается мозг, а тело догоняет. Либо бывает такое состояние, например, ты едешь, вот раньше помню, когда на учебу едешь в трамвае, в трамвае, в троллейбусе, да, вот утром на учебу едешь, и думаешь, все, не закрывать глаза, не закрывать глаза. Ты вот сидишь, вот это вот, пялишься, вот это вот, окошко замерзшее, там его растопил там пальчиком, чтобы вообще смотреть, где ты вообще на какой остановке едешь, потому что раньше не объявляли остановки. Вот. И смотришь, думаешь, вот только бы не уснуть, только бы не уснуть. И потом раз что-нибудь там кто-нибудь, там тряханул автобус, либо кто-нибудь на тебя там упал, сумку поставил, там еще что-то. И ты такой раз, такой думаешь, блин, когда я успел уснуть? И это получается, что у тебя тело уснуло, то есть тело, оно вообще в принципе еще не просыпалось, по большому счету. Тело уснуло, а мозг еще думал, как бы не уснуть, как бы не уснуть. А телом ты уже все, ты уже спал. Просто на какой-то момент у тебя уже потом вырубились глаза. Глаза – это вынос мозга наружу, мы же говорили об этом. Вот. Есть такие вот два состояния. Всем лайки. Еще вопрос. Закрываю глаза в темноте и вижу, как тень будто вырезается в меня, и я ее телом чувствую, как толчок. Что за нафиг происходит? Ну, это… Наташа, вообще я… Стоит ли это говорить вообще на этом эфире, на открытом? Не думаю, что это для всех информация. Вот. Но, тем не менее, мы все прекрасно знаем, хотим мы это осознавать или нет, это уже другой вопрос. Но все прекрасно знают, что мы живем не в одном мире, и что есть ни один мир, ни одна реальность, ни одна плотность. И уже я миллион раз говорила, что бывает такое, что вы проходите мимо зеркала, и такой раз, вроде там кто-то промелькнул. Такой смотришь, да нет, никого нет. Просто через зеркало это очень легко видно. И здесь то же самое происходит. Почему ты думаешь, что через тебя вообще никто не может проходить? Возьмите автомобиль, но с датчиками, которые новые сейчас автомобили. Это китайцы, это Тесла. Это еще какие-то автомобили, которые просто с датчиками, датчики, которые определяют, что рядом с тобой кто-то идет, да? Человек идет, чтобы датчики посмотрели, датчики проверяют, что кто-то идет, и тебе дают машина сигнал, чтобы ты там кого-то не сбил. Вот. И, например, очень показательно, это уже много-много роликов, и я ездила в том числе на такой машине. Мы ехали вдоль кладбища, никого не видно, и машина видит четко мужчина, женщина, собака, а по обочине никого нет. А машина вообще, как она устроена, как устроены эти датчики? То есть идет световая волна, вот как она, импульс, вибрационный импульс, да, вот эта вот вибрация, она оттал, она натыкается на предмет, на материальный, на жесткий, на плотность, натыкается на плотность, и от этой плотности она отражается обратно в этот датчик. То есть хотите верьте, хотите нет, но она от чего-то должна отразиться. И то, что это глазу не воспринимается, это говорит только лишь о том, что у тебя ограниченное видение вибрационного поля этой плотности. Но ты в данный момент, тебе просто машина показывает, даже обычная электроника показывает, что на сегодняшний день ты находишься не в одной плотности. Одномоментно ты находишься в нескольких плотностях. И то, что глаз это не видит, это не говорит о том, что этого нет. Подскажите, Светлана, бывают глубокие чувствования неизвестного происхождения, непонятного назначения, очень сильные, перекрывающие земные. Это другие плотности или ощущения будущего? Другие плотности. Ощущение будущего тоже может быть, потому что будущее – это вы. И его корреляция зависит от вашего сейчас. И вы это тоже можете считывать, можете испытывать. То есть эмоции уже ярко выраженных не проявляются. Это уже другое. А эмоции – это такая паразитарная структура, я бы ее назвала. Что такое эмоции? Эмоции – это когда у тебя есть еще удивление, ну давайте так назовем мультяшным языком, удивление на другой мир, удивление на другую плотность, удивление на другую вибрацию, другой запах, другие восприятия через свой кожаный кокон, свое тело. Когда ты понимаешь, что ты не в теле, а тело в тебе, то тогда у тебя эмоциональный фон, он не актуален. Это поверхность, это пыль. И тогда ты уже проходишь в состоянии чувствования, минуя эмоции, эмоции уже неинтересны становятся. Эмоции – это как спичка загорелась и все. А чувствование – это огонь, это костер, это уже глубина. И тебе неохота выходить на эмоции больше. Прикольный у вас клуб. Здорово, спасибо. Здравствуйте, Светлана. Почему у всех одни и те же галлютенации? Не знаю про что. Светлана, а могут быть души-потеряшки, которые остались в безмире, через мысли на кладбище уловил их? Конечно. Да. Конечно, есть они. Но они же там не просто так, с ними даже можно общаться. Но это не ваш стайл. Вы туда, вы с ними, вы их никуда не выйдете. Не выведите. То есть в том мире не существует жалости, не существует какой-то, вот может быть туда, может быть сюда. То есть они рассчитываются на жалость. Они и рассчитаны на жалость. Но как бы вы не жалели их, вы только себя утопите, и их никуда не выведите. Спасибо, поняла. Это значит, что у меня чувствительность повышается. Ах, еще как. Да. Да, ребят. Я сегодня, только давайте коротенький эфирчик. Как приеду от профессоров, может быть, что-нибудь вам расскажу более интересненько уже на основании анатомии. Добрый вечер. Чтение книг – это тоже духовный опыт. Но это может быть не совсем духовный опыт. Это, наверное, ваш апгрейд составления нескольких миров. Я бы, наверное, так сказала. Тогда вам будет проще понимать, что происходит в каждом мире. И тут же смотрите, еще смотря какие книги вы говорите. Есть книги, которыми вы просто улучшаете свой речевой аппарат. Есть книги, которыми вы углубляетесь здесь и сейчас. Есть книги, которыми вы расширяетесь, и вы понимаете, что, да, блин, бывает так. Причем есть книги, которые вы можете читать как сказки, сказочки. Алиса в стране чудес. Сказочка. Невинная сказка. Это одна из самых глубинных книг, которые существуют. Есть таких много сказок, которые читаются, одними читаются в 3D, а другие их видят не в плоскости. И когда вот эти вот буквы идут просто наложением, да, и когда они просто встают в геометрическую фигуру, и тогда вы эту сказку не читаете, а помещаетесь туда и проживаете те моменты, которые доносил автор завуалированно в обычные слова, как некоторым кажется в обычные слова. Вы туда попадая, у вас просто ломается, ломается мозг, и вы выходите за пределы вашей черепной коробки, углубляясь туда, что происходит в других мирах. Такое тоже есть. Ну все, ребятки, обняла. Спасибо огромное за вопросы. И увидимся скоро. Пишите, пишите вопросы. Самые интересные вопросы буду озвучивать в эфирах, буду прямо их выписывать. И по вопросам сделаем какой-нибудь эфирчик. Чтобы было всем интересно. А огромное спасибо за все ваши вопросы. Всех обняла. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok